Здравствуйте, с вами Центр Тактики, я Вечный, и с нескольким запозданием я расскажу про дополнение к самураям Атака Ниндзя. Это дополнение у нас не издавалось, и теперь уже в связи с недавним объявлением о закрытии серии самураев, видно, издаваться не будет. Но я его купил в одном зарубежном интернет-магазине, по-моему, единственном, где остался, это миниатюр-маркет, и сегодня покажу, что там внутри, а также расскажу о новых юнитах по системе Command & Colors. Поехали. Так, вот такая вот коробка, она имеет те же размеры, что и коробка битвы за Дунай от Art of Tactics. Вначале идёт макулатура. В первых, это книга сценариев по Art of Tactics, такая вот. Здесь 8 сценариев. Есть как большие сценарии, так и маленькие сценарии. Эти мне понравилось, потому что в базовом наборе были только огроменные сценарии, ну, кроме обучающего, которых сразу начинать очень достаточно сложно. А здесь есть и маленькие сценарии, можно постепенно передвинуться к более масштабным битвам. Дальше. Ну, вот карточки, я правда не знаю, зачем для зарубежного издания карточка, тем более на русском языке. Потому что всё равно они в этой акции принять участие не смогут. Ну, вот всякие рекламные буклетики. Инструкция по сборке, небольшая, всего один листик. Здесь все юниты, которые есть, показаны, как собирать. Две памятки по системе Commands and Colors. Абсолютно идентичные для одного игрока и для второго. Ну, на памятках я остановлюсь несколько попозже, когда расскажу о всех новых отрядах. Дальше. Книга сценариев по Commands and Colors. Ну, естественно, я покупал чисто ради Commands and Colors. Вот здесь, сколько у нас сценариев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Также восемь сценариев. И опять же, она без обложки. Книга сценариев картов тактик с обложкой. Это без обложки, что, конечно, обидно. Дальше. Подставка для карточек, которая в данном случае вообще никому не нужна. Она и так-то мало кому нужна. А уж в этом наборе, я не знаю, для кого ее доряжали. Карточки к системе Art of Tactics. И почему-то здесь есть карточка ходов. Я тоже не знаю. Видно, в начале этот набор планировали таким же, как битва за Дунай. Ну, то есть, здесь есть и поля, и юниты. И некоторые сценарии можно сыграть, имея только этот набор. Но потом они передумали, поля убрали, гексы убрали, а карточку, видно, так и оставили. Пакетик. Здесь есть флаги, декали. И вот, что очень важно, здесь вот есть вот эти вот, сейчас я открою, покажу ближе, кругляшочки. Потому что в базовом наборе их очень мало. И приходилось красить серые, которые поставлялись вместе с юнитами. И куча пакетиков с юнитами. Юнитов здесь поменьше, чем в базе, но тоже прилично. И также их все надо собирать. Сейчас я вам скажу, какие здесь точные юниты. Здесь 6 отрядов самурайских лучников, 2 отряда ниндзя, 2 отряда командиров, 8 отрядов конных самураев. Ну, их 8, но для команд CENCOLORS можно создать только 4, потому что они по 2 требуют юнита. Вот все, что здесь есть. Сейчас я вам расскажу немного подробнее о новых юнитах. Вторая часть нашего видео, в котором я расскажу о 5 новых отрядов для системы команд CENCOLORS. Здесь есть не только те отряды, которые включены в атаку ниндзя, но и один отряд, выпускавшийся отдельно, которого нет ни в стартере, ни в дополнении. Но об этом потом. Сначала расскажу об отряде самураев-лучников. Вот они. Отряд включает в себя 4 фигуры. Двигается на 1 гекс. И после этого может сражаться. В ближнем бою кидает 4 кубика, если не двигался, и 3 кубика, если двигался. Ну, при контратаке тоже кидает 4 кубика. При стрельбе кидает 3 кубика на расстоянии в 2 гекс и на расстоянии в 3 гекса. На расстоянии 1 гекс только ближний бой. Также получает жетоны чести и удачи за выпившие результаты. Мораль, ну как все красные, ну красные для меня это квадратные отряды, игнорируют один флаг и платят 2 жетоны чести и удачи за каждое гекс отступление. На мой взгляд, юнит очень хороший и сравним с остальными самурайскими юнитами, которые были в стартере. Так как, несмотря на то, что у него есть минус, что при движении он в ближнем бою кидает только 3 кубика, но все же он плюс к этому, он еще может и стрелять. Хотя, вот как я понял, лучники никогда не попадают на джокер, то есть на скрещенные мечи. Но вот здесь в памятке этого не написано, но вроде должно быть вот так. Там я сравнивал со старым памятками, нигде не написано, что, только в правилах написано, что лучники не попадают на скрещенные мечи. Думаю, для самурайских лучников это правило сохраняется. Поэтому мы имеем, несмотря на то, что они стреляют на гекс меньше, чем аркибузиры, и попадают тоже слабее, все-таки у них 3 кубика, и плюс они очень хороши в ближнем бою. Ну, хороши по сравнению с остальными лучниками, которые имеют всего лишь круг-символ. Второй юнит это конная самурая-лучники. Тоже имеет 4 фигурки, как и практически все отряды по системе Counts and Colors. И передвигается на 2 гекса и сражается. В ближнем бою, так же, как и лучники самурая, кидает 4 кубика, если не двигался, и 3 кубика, если двигался. Есть момент, что при разыгрывании карты кавалерийский натиск он не получает дополнительный кубик в ближнем бою. Но, так же, может преследовать юнита при удачной атаке в ближнем бою. То есть, имеет то же свойство, что и обычная кавалерия. Стрельба схожа с самурайскими лучниками. То есть, стреляет максимум на 3 гекса. На 2 гекса, на 3 гекса. Стреляет силой 3 кубика. И так же, не попадает на джокеры. И мораль игнорирует один флаг и платит 2 жетона чести удачи за каждое гекса отступление. Это по этим двум юнитам. Продолжим. Сейчас я расскажу о одном из самых интересных юнитов, которые есть. Это о ниндзе. Вот их два варианта. В чем у них отличие от обычных юнитов? Во-первых, это не отряд с флагом. Это как идет дополнительная фигурка к пешему командиру. То есть, он с пешим командиром считается одним целым. У него есть два свойства. Во-первых, он может спасти своего командира. Если командиру, попадая, получает хит в ближнем бою, то вместо того, чтобы уничтожить командира, погибает ниндзя. И при этом за ниндзю не дается побед на очко. И второе его свойство – это то, что также при ближнем бою, если во вражеском отряде есть командир, то даже если в вражеском отряду не было нанесено повреждений, все равно проводится проверка на смерть командира, так как есть ниндзя. Но ниндзя не может спасти командира при дистанционной атаке, при сипуку и при дуэле двух командиров. Это вне его компетенции. А так он все время охраняет своего командира, передвигается вместе с ним, соединяется с отрядами вместе с ним и так далее. Такая неотъемлемая часть командира. Перейдем к следующему отряду. Это крестьяне. Отряд интересен тем, что в системе Art of Tactics и в системе Command and Colors совершенно разные названия у этого отряда. В системе Art of Tactics это ниндзя, а в системе Command and Colors это считается крестьянами. Как я слышал, что Борг хочет видеть ниндзя вот только вот такими, чтобы все были черные, с мечами, в масках и так далее. А вот таких ниндзя для него это не ниндзя. Поэтому он назвал их крестьянами. Этот отряд интересен тем, что в нем это единственный отряд, в котором шесть фигур, а не четыре, как обычно. Что позволяет ему больше держать вражеский атак, больше получать урона. Свойства у него такие. Во-первых, он передвигается на два гекса и может атаковать двумя кубиками. Но даже при атаке в ближнем бою он не получает... Не наносит противника урон при выпадании джокеров с крещенных мечей. Это показывает, насколько крестьяне слабы. Но есть один плюс, что если противник вынужден отступить из-за того, что на него напали крестьяне, то он теряет одно дополнительное очко, жетон чести за каждый гекс отступления. Это показывает, что это уж совсем позорно отступать перед крестьянами. У самих же... Сами же они отступают на два гекса за каждый выпущенный против них флаг. Но при этом всегда платят два жетона, несмотря на сколько гексов они отступают. То есть считают, что крестьяне, они и так... У них чести мало, поэтому большего с них брать нельзя. И последний отряд это смурайская пехота Снудатин. Отряд интересен тем, что он не включен ни в стартер, ни в дополнение. И существует только отдельными наборами. А второй интересный момент, что его нет ни в одном сценарии по правилам Command & Colors. У него предполагается его использовать, этот отряд заменить обычных самураев Снагината на самураев Снудатин в сценариях. И так его использовать, потому что ни одного сценария для них не предназначено. Дальше. Вот как вы видите, здесь всего, если считать по главам, пять фигурок. Но вот одна фигурка на двойной подставке. Но в системе Art of Tactics считают, что численность пять. А в Command & Colors я предполагаю их использовать лучше вот так. Вот даже вот здесь вот в картинке у них все пять фигурок нарисованы. То есть, четыре подставки. И считают, что вот это вот пусть будет такой дополнительный сигару, его подносчик, его мяча. Не боец. По своим свойствам отряд достаточно похож на самураев Снагината. Единственное отличие в том, что он получает два жетона чести и удачи, чести и славы, если полностью уничтожить вражеский отряд. При этом не с пула общего, а забирает у противника. Но если этот отряд будет уничтожен противником, то уже противник забирает у владельца этого отряда два жетона чести и удачи. Ну, конечно, обидно, что сценариев с ним не предусмотрен, но кто хочет его использовать, может заменить им обычных самураев Снагината. Хотя отличия у них не очень большие. Буквально только в том, что один данный отряд может забирать жетоны. Это все, что я хотел рассказать о новых отрядах самураев. Следующее видео, думаю, будет скоро. Наверное. По какому принципу, еще не знаю. Так что следите за обновлениями. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...